Привет, друзья! Это новая рубрика «Открытый микрофон». Здесь вы будете сами присылать свои видео, делиться своими успехами по темам, связанным с нашим видеоканалом. Нас уже больше 50 тысяч, что меня действительно порадовало и удивило. Всем моим подписчикам большое спасибо. И тем немногочисленным троллям, которые пишут гадкие комментарии, ставят дизлайки, тоже большое спасибо, потому что это еще больше мотивирует меня делать качественные видео, которые помогают вам. Вы можете приехать ко мне в Америку, мы в наших залах сделаем видеоролики с вами, отдохнете заодно. А можете снять видео у себя дома, в тренажерном зале, присылать мне, и все увидят вас на нашем канале. Мы с вами в новом зале сети PowerStrain Gym и находимся в Fight Zone. Вы все знаете, что у меня проблемы со спиной были, грыжи, протрузии, не мог приседать. Сейчас приседаю за 200, тяну за 200. Здравствуйте, хочу представить вас познакомить с Федором, кстати, мой тесть. Он уже вроде бы для многих не молод, но выглядит моложе меня. 53 года человеку. Тоже были проблемы со спиной большие, серьезные, тоже не мог ни стоять, ни сидеть, ни лежать. И сегодня он вам расскажет и покажет, что и как он делал для того, чтобы избавиться от боли, от проблем со спиной. Уверен, вам это тоже поможет. Не забывайте потом отписаться в комментариях, кто попробует. Ну, передаю слово Федору. Привет, друзья. Ну что, я, наверное, расскажу с самого начала, так, чтобы было понятно вообще, какие были проблемы, откуда они взялись. Дело все началось еще с армии, то есть я служил там в спецвойсках, вот. И был такой период, когда усиленные, так сказать, всякие разные тренировки, марш-броски и так далее. Вот неудачно приземлился в один раз и, в общем-то, ну что-то у меня в районе позвоночника, вот вниз спины, немножечко как бы дал о себе знать. Вот, ну все это, естественно, в армии на ногах перенеслось, вот. И как бы в то время зажило, как на собаке, и больше-то я, в общем-то, ничего такого не чувствовал. Вот, но до определенного момента, где-то лет, наверное, ну я не переставал заниматься спортом, собственно говоря, всю жизнь чем-то занимался. То есть, то есть, связанное там с единоборством в одно время было, там с залом, там, допустим, Качковским, там, ну, разные виды спорта, так сказать. Вот. И вот где-то в 40 лет начало давать о себе знать вот эта вот проблема спины, в общем, и довольно-таки сильно. То есть, порой даже что-то такое делаешь, и в глазах темнеет, ну, как, наверное, некоторые знают, такое чувство, когда ты почти сознание теряешь, вот, и отключаешься. То есть, вот такие даже были проблемы. Обращался я к врачам, ну, так сказать, что вообще, что такое может быть, там, Костоломы, Костоправы, все вот эти ребята, которые со спортсменами связаны, там, и так далее, вот. Но, в принципе, прошел там всякие массажные дела, там, какие-то там мануальные терапии, даже китайские, там, иглы и так далее. В общем, это все длилось, мое лечение на протяжении, наверное, где-то лет шести. Ну, периодически, так сказать, затухало, периодически опять начинались эти проблемы. Вот. Вот. И, ну, как бы, в полную силу я не мог заниматься неподвижными какими-то делами, подвижными видами спорта, там, единственное, там, может, на горных лыжах чуть-чуть катался, все. А так вот в зале, ну, то есть, проблемы были. Ну, постепенно все-таки я решил сам что-то придумать такое, чтобы вот попробовать, так сказать, применить то, что я, обобщить опыт там других людей и в том числе свое что-то принести. Оказалось, вообще-то, в принципе, ну, все простое, как говорится, все просто, нет ничего невозможного вообще. Вот, где-то уже примерно около трех лет я вообще проблем никаких с спиной не знаю. Вот. Для меня исчезла эта проблема вообще. То есть, как это получилось? Ну, получилось просто вот. Родился такой простой комплекс упражнений, вообще простейший, казалось бы. Вот. Но единственная его особенность, нужно его делать постоянно. То есть, эти упражнения нужно делать постоянно. Вот. Мы начинаем, как всегда, с разминки. То есть, разминка довольно-таки простая. Разминаемся мы таким образом. Ну, ноги где-то чуть шире плеч. То есть, делаем выдох, делаем сюда выдох. То есть, два выдоха и касаемся земли. Два выдоха делаем, касаемся земли. И вот таким моментом, ну, для начала можно сделать, для начала можно сделать это десять раз. Вот. Десять раз, четыре подхода по десять раз. Мы делаем вот такое упражнение простое, не затейливая. То есть, еще раз. У кого не хватает, конечно, ну, до пола, не надо. То есть, сразу стараться до пола, потому что это может, наоборот, проблему создать. Просто я начинал тоже, я не мог даже до пола достать. Соответственно, вот просто делаем. Вот отсюда. Вот. Ну, то есть, вот то, что мы, о чем мы говорим. Нет ничего сложного, но не нужно себе усложнять, в плане того, что это движение может каждый сделать. Ну, достать из земли может не каждый, да, сразу. Поэтому ограничимся вот пока так, у кого невозможно. Потом с каждым, с каждым разом мы будем, даже можно для того, чтобы понимать, где, можно какую-то подвузку уложить, чтобы, ну, можно было понимать, где ты на данный момент, так сказать, находишься, на каком уровне. Вот. Потом придет, когда уже ты будешь легко там доставать до пола. Вот. Таких подходов четыре. Что дальше, значит, мы делаем? Когда мы вот это вот все сделали, ну, простое самое упражнение, то есть, всеми знаменитые, сейчас все о нем говорят, это планка. Ну, планка, планка. Это вообще простое. То есть, вот, в принципе, подержать. Кому как. Ну, в общем-то, начинать надо, опять же, пытаться, ну, максимально. Это такое упражнение, которое можно на максимум постоянно держать. Как уже не можешь, кончаешь. Позже, три раза эту планочку мы, как бы, три подхода на планку делаем. Вот. Казалось бы, со спиной, да? Ну, в общем-то, не особо что-то связано, да? Но, поверьте мне, это будет работать. На вот все эти упражнения уходят, ну, буквально, 15 минут где-то. Я вот старый винирчик, ставлю пластинку на одну сторону, она идет 15 минут, мне как раз хватает это делать. И последнее заключительное упражнение, оно на пресс, но в то же время, вот эта часть поясничной спины тоже участвует в этом. То есть, это упражнение может каждый себе позволить, даже если у него там большой, так сказать, пузо наел. Ничего страшного, оно тоже. То есть, это просто такие вот движения, которые я уже показывал, начальные, да? Ну, они, как бы, это так, боксерское такое движение называется, насосик. Вот. Его мы используем где-то примерно, ну, начать можно, там, допустим, с 20 раз и по 4 подхода по 20 раз. В идеале, когда ты делаешь 100 раз, 4 подхода по 100 раз, то есть, это все равно, оно быстро делается, то есть, в быстром темпе, вот. Ничего, вроде бы, не напрягается, ну, поверьте мне, у вас через где-то полгода, если вы будете это регулярно делать, нету 7-минутных, вот то, что если там в рекламе какой-то тренажер новый там выходит, и его прямо, ну, как говорится, вот купите, через 2 недели у вас приступами будет, но это все, как бы, от лукава, люди деньги просто делают, это можно понять, да? То есть, ну, на самом деле, вот эти 3 упражнения, они дают возможность избавиться от многих проблем со спиной. В том числе и, ну, начиная вот от шейных позвонков и кончая вот этой частью. Реально это работает. Проверьте на себе, может быть, и вам это поможет. Я не говорю, что это панацея вообще от всего, но я 3 года вот проблем не знаю, но я делаю это регулярно, каждый день, с утречка я, как бы, так что вот, такие дела, поплочите, будьте здоровы. Пробуйте делать это утром и вечером, как минимум, по возможности делайте этот комплекс еще и в обед, и будет вам счастье. Спасибо, Федоров. Увидимся в следующий раз. Bye.